Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня мы продолжим вязать шапку для наших любимых мужчин. Эта шапка имеет лаконичный геометрический узор, ничего лишнего. Фото на модели я добавлю в конце мастер класса, так что обязательно досмотрите это видео до конца и увидите, как шапка смотрится вживую. В первой части мастер класса мы разобрали очень красивый и эластичный фабричный набор петель и связали резинку 2х2. В этом уроке мы с Вами сделаем переход к резинке 4х4 и свяжем закрытие макушки. Напоминаю, что вяжем мы из пряжи Alize Merino Royale в две нити. Ссылку на магазин, где я брала эту пряжу, оставлю в описании под видео. Расход пряжи на такое изделие составляет примерно 2,5 мотка. Сразу скажу, берите больше, скоро мы с Вами свяжем еще и снуд. И сегодня продолжать вязание мы будем спицами номер 7. Вот что мы успели связать на прошлом уроке. Выполнили фабричный набор петель и связали 10 рядов резинки 2х2. По высоте это примерно 6-6,5 см. В следующем ряду мы будем делать переход на резинку 4х4. Итак, ряд у нас начинается с двух изнаночных петель. Одну мы провязываем, а вторую нам надо перекрестить с лицевой петлей. Для этого нам снова понадобится дополнительная спица. Перекрест у нас будет направо, поэтому изнаночную петлю оставляем за работой, провязываем лицевую и с дополнительной спицы провязываем изнаночную. Следующую лицевую снова нужно поменять местами с изнаночной и теперь перекрест будет влево, значит лицевую снимаем и оставляем перед работой. Провязываем изнаночную и затем с дополнительной спицы провязываем лицевую петлю. Вот что у нас должно получиться. Лицевые петли развернулись в разные стороны, а между ними встали две изнаночных. Следующую изнаночную петлю провязываем изнаночной. И вот эти две петли провязываем лицевыми. И еще одну изнаночную также провязываем по рисунку. И снова делаем два перекрещивания. Сначала направо, изнаночную петлю оставляем за работой, провязываем лицевую и затем провязываем изнаночную петлю с дополнительной спицей. Следующий перекрест делаем налево. Лицевую петлю снимаем перед работой, изнаночную петлю провязали, провязали лицевую. Дальше провязываем изнаночную петлю и две лицевых по рисунку. И если теперь мы посмотрим на наше вязание, то увидим, что столбики резинки из лицевых петель перекрещиваются через один. В одном столбике лицевые петли расходятся, в следующем провязываются по рисунку. И таким образом вы сейчас самостоятельно провязываете этот ряд до конца. Начинаем новый ряд. Теперь нам нужно вот эти перекрещенные петли поменять местами еще раз с рядом стоящими изнаночными петлями, чтобы лицевые оказались рядом с теми столбиками, которые мы провязывали по рисунку. Первое перекрещивание делаем направо. Изнаночную петлю отправляем назад, вяжем лицевую петлю и провязываем изнаночную с дополнительной спицей. Дальше у нас идут две изнаночные петли, их мы провязываем по рисунку. И снова делаем перекрестки, теперь влево. лицевую снимаем перед работой, провязываем изнаночную и с дополнительной спицы провязываем лицевую. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Четыре изнаночные петли теперь стоят рядом, а лицевые петли разошлись в стороны еще дальше. Теперь провязываем две лицевые петли по рисунку и смотрите, вот эта лицевая петля плавно передвинулась к соседнему столбику лицевых петель. Давайте сделаем вместе еще пару перекрестов, чтобы лучше разглядеть рисунок. Изнаночную уводим назад, провязываем лицевую, с дополнительной спицы вяжем изнаночную и еще две изнаночных по рисунку. Дальше делаем еще одно перемещение. Лицевую снимаем перед работой, вяжем изнаночную и лицевую с дополнительной спицы. Давайте еще раз проговорим. Когда мы делаем перекрещивание вправо, первую петлю уводим за работу, а когда перекрещивание влево, первая петля снимается перед работой. Вяжем еще две лицевых петли по рисунку. Теперь самостоятельно довязывайте этот ряд до конца и в итоге у Вас все петли распределятся по 4. Будут чередоваться 4 изнаночных и 4 лицевых. Дальше 20 рядов, так и продолжаем вязать резинку 4х4. Вот такая красота у нас вывязывается. И я остановилась, потому что у меня закончился первый моток. И как видите, закончился он у меня вот такой петлей. Догадались почему? Сейчас объясню. Смотрите, чтобы вязать в две нити, я брала одну нить снаружи мотка, а вторую из середины. И сейчас я предлагаю продеть одну нить в петлю и соединить эти концы между собой. А если Вы не знаете, как делается соединение нитей, есть отдельный урок в шкатулке полезностей. Ссылку на него оставлю для Вас внизу, переходите, учитесь. Получается совершенно незаметное соединение и Вам потом не надо будет ломать голову, как спрятать хвостики от узелков. Вот видите, нить по всей длине цельная и никто и никогда не найдет это соединение. Так что изначально делайте все так, чтобы даже сознание в банке Ваши вещи были идеальны. Возвращаемся к нашей шапке. На данном этапе мы закончили вязать резинку 4х4, то есть вначале у нас связано 10 рядов резинкой 2х2, затем мы сделали два ряда перекрещиваний, перешли на резинку 4х4 и провязали 20 рядов. Сейчас нам нужно в обратном порядке перейти на резинку 2х2. В начале ряда у нас первая стоит лицевая петля, она появилась тут в результате перемещений, значит сейчас мы ее будем возвращать обратно. Перекрестить ее нужно со следующей петлей влево, значит снимаем ее на дополнительную спицу перед работой и провязываем изнаночную петлю. Теперь возвращаем лицевую петлю и провязываем 2 изнаночных петли. Дальше нам нужно будет поменять местами вот эту лицевую с изнаночной петлей. Снимаем изнаночную за работой, так как перекрещивание будет вправо, провязываем лицевую петлю и не забываем провязать изнаночную. Затем вяжем две лицевых по рисунку. И уже видно, что узор из лицевых петель начинает сходиться. Дальше можете сверяться с предыдущим перекрещиванием. Если там лицевая петля уходила вправо, значит сейчас она должна пойти налево и наоборот. Таким образом вяжем до конца ряда. Сейчас мы выполним второй ряд перекрещиваний и этот ряд начинается с изнаночной, провязываем ее. Теперь нам нужно еще раз поменять петли местами. Делаем перекрещивание влево, лицевую сняли, изнаночную провязали и лицевую возвращаем и провязываем. В итоге у нас встали рядом две изнаночных петли. Следующие две петли перекрещиваем влево, изнаночную за работу, лицевую провязываем и теперь вяжем изнаночную. Дальше вяжем по рисунку изнаночную, затем две лицевых. В итоге петли теперь расположены по две рядом, изнаночные, лицевые, снова две изнаночные и две лицевые. Так продолжаем до конца ряда и дальше вяжем 10 рядов резинкой 2х2. Итак, шапка почти готова, осталось связать макушку. На данном этапе высота шапки составляет 22 см. Эта шапка будет иметь небольшую выступающую макушку в форме тыковки, имейте это в виду. Если нужна шапка по голове, сократите высоту шапки до вывязывания макушки, например, на пару рядов в каждой из резинок. Начинаем вязать макушку и давайте договоримся, что с этого момента начнем считать ряды заново. Причем показывать я буду только нечетные ряды, так как в четных рядах убавок делать мы не будем. В первом ряду вяжем вместе 2 изнаночных петли, а лицевые пока провязываем по одной. В итоге у нас в этом ряду получится чередование 1 изнаночная и 2 лицевых. Вяжем ряд до конца. И следующий, второй ряд вяжем по рисунку. Третий ряд. Первая петля у нас стоит изнаночная, за ней 2 лицевых. И в таком порядке они чередуются дальше. Так вот, сейчас провязываем вместе изнаночную и лицевую с наклоном вправо лицевой петлей. Следующую лицевую вяжем лицевой. Так и чередуем до конца ряда. Две вместе лицевой, одна лицевая. И четвертый ряд вяжем по рисунку, в нем у нас будут все лицевые петли. В пятом ряду будем вязать по две петли вместе все петли. В шестом ряду вы вяжете все лицевые без убавок. Во время закрытия макушки вы можете вот так стянуть петли и посмотреть, как она будет выглядеть. Я, пожалуй, провяжу еще один ряд убавок. Сейчас на спицах у меня 20 петель, вяжем все лицевые по две вместе, в итоге у нас останется 10 петель. Когда петель на спицах останется мало, становится неудобно вязать по кругу, поэтому распределяем вязание на две части и в двух местах делаем петли из лески. Вот так вытягиваем спицы по очереди и можно не переходить на носочные спицы. Таким образом получается удобнее и быстрее. Теперь обрезаем нить и хвостик ее продеваем по вязание через все петли при помощи крючка. Затем тянем за нижнюю петель, затем тянем за нижнюю нить и затягиваем петли на макушке. Вот такая ровная и аккуратная макушка у нас получилась. Теперь нам осталось увести хвостик нити на изнаночную сторону и там его незаметно заправить. Продеваем одну из нитей в ближайшую петлю и завязываем узелок. Теперь нити по одной спрячем аккуратно в петлях макушки и лишнюю длину обрежем. Начальный хвостик нити также надо незаметно заправить. По очереди ниточки продеваем в столбик из лицевых петель, заводим нить за одну полудольку косички. Сначала продвигаемся наверх. Затем перетягиваем нить на противоположную сторону и двигаемся вниз. Лишнее обрезаем. Со второй нитью поступаем точно так же, только заправлять ее будем уже в другой столбик из лицевых. В итоге у Вашей шапки на изнаночной стороне совершенно не будет швов, узлов и торчащих ниток. На этом мой мастер класс по вязанию мужской шапки окончен. Надеюсь, все было понятно и у Вас получится такая же красивая и аккуратная шапка. Вяжите больше, вяжите лучше и вяжите с удовольствием. Сейчас Вы видите фото шапки, которые я Вам обещала вставить. Наслаждайтесь просмотром. А с Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.